Учитывая, что фонд Оргинауры оказывает поддержку студентам, которые разделяют и готовы отстаивать идеи демократии, правового государства и социально-рыночной экономики, важно, чтобы ваша активность была направлена в строительство будущего не только Татистана, но и всех ваших стран, о тех основаниях, которые вы сегодня обсуждаете. Тем более для Татистана это очень важное дело. Татистан очень молодая страна, я хотела бы привести некоторые цифры. Более, около 40% нашего населения, это молодые люди до 18 лет. Это очень важный вопрос, который вы сегодня обсуждаете. Я буквально кусочек, наверное, выступления нашего коллеги из Монголии услышала, но было бы крайне интересно. И я сразу вспоминала свою поездку в прошлом Монголии. У нас действительно очень схожие проблемы. Важно также отметить, что одним из направлений деятельности Фондой является поддержка диалога в сфере внешней политики, политики безопасности, а также взаимодействия различных пунктов и религий, ярких свидетельств, чего любят эти, наверное, северные мероприятия. Проведение конференции позволит еще раз проанализировать те депутационные процессы, которые стартовали в нашем регионе, и, конечно же, повлиять на развитие региона. В целом, и место нашего региона в Лобане, например. Это такие инициативы, как создание Евразийского экономического союза, инициатива по созданию нового экономического шелкового пути, который набирает сейчас очень серьезная партнер. И получила название «Один пояс, один путь» и ряд инициатив по межгосударственному сотрудничеству, по экономическому, социально-политическому, что очень также важно, экологическим вопросам. В то же время такая конференция будет хорошая возможность увидеть имеющиеся межгосударственные и региональные отношения проблемы, чтобы предложить пути их решения сейчас и в будущем. Сегодня развитие мира проходит в контексте принятой в 2015 году цели устойчивого развития. В них отражены вопросы экономического развития, борьбы с бедностью, право-шековеку, устойчивого развития, сохранения системы, конечно же, образования. Для того, чтобы осуществились заявленные цели, все в нашим странам необходимо подготовить, с позиции Министерства образования, подготовить специалистов, которые не просто уверенно действуют в сегодняшнем мире, а создавают новый мир, более безопасный и более устойчивый. И эти требования, конечно же, накладывают, отпечатают на то, какими качествами должны будут обладать специалисты, правленцы или сегодняшнего и завтрашнего дня. В условиях глобализации новых информационных возможностей молодому поколению необходимо, как в своей профессиональной деятельности, так и в общественной жизни, постоянно повышать свой потенциал, уметь не только учить о новом, но и отказываться от устаревших концепций действия. Вот почему все страны мира проводят в настоящее время рекорды в области образования. Эти же процессы иуды в Кургустане выглядят и допрашиваются вполне очевидны. Необходимо выработать систему воспитания и образования, направленную на формирование выпускников всех уровней, стремлений к самообучению, совершенствованию, формированию человека как ответственного, гражданина, как личность, как профессионала своего дела, даже нравственное, физическое, здоровое, членов общества. Поэтому так важно, что вы, представители молодежи, готовы принимать активное участие в социально-политической сферах общественной жизни. Я вас смотрю на серьезные все лица, на наших молодых людей, и на такие серьезные дела сегодня идут у вас здесь дискуссии. Это очень радует. Исследовать процессы, происходящие в геоналии и глобальных масштабах, чтобы научиться, на основе их анализа, принимать решения, вести активные действия. Мне хочется пожелать вам, конечно же, успеха на сегодняшней конференции и вашей в целом дальнейшей деятельности в будущем в нашей жизни. Поблагодарю нам фонд Гомрада Аденау за предоставление молодежи возможностей заниматься наукой, выстраивать партнерство с представителями, в других странах учиться действовать для того, чтобы сделать наш мир лучше. Ну и в конце выступления я все-таки хотела бы пожелать, чтобы вы провели больше времени на свежем воздухе, на берегу озера и Сиркуль. Там тоже есть замечательная возможность обсуждать эти серьезные, наверное, вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.